Мусор в подвале? Канализационные стоки и бомжи беспокоят повладарцев. О своих проблемах жители многоэтажек решили рассказать через наше мобильное приложение. Также горожане жалуются на освещение. Мигающие фонари, горящая днём иллюминация и тёмные улицы. Всё это в традиционной рубрике. Давайте смотреть. Парк Победы, в котором не работает ни один фонарь. Очень темно. Сейчас только 6 часов вечера. И свет падает только от близлежащих зданий. Очень интересно, почему наш парк абсолютно тёмный. Детский сад 116, Камзина 360, дробь 1. Темнота. Переулок до парка. Вообще освещения нет. Как вот ходить с детьми в такую темноту. Дети со школы идут во вторую смену. Садпаева, угол Максима Горького. Четвёртый день фонарь так мигает. Не знаю, нас уже это раздражает наверху. Как жители нижних этажей на это реагируют? Пожалуйста, примите меры. Днём 11 часов. Везде горит свет. Это кто за Валермантова? Никакой экономии. Кто за этим светит? Итак, нам начисляют абонентскую плату в Казактелекоме. Абонентская плата за телефон и пакет услуг. Сумма 1506 и 7589. Итого 9,210. Вкладываем эти две суммы на калькуляторе. Получается 9,095. Спрашивается, откуда делась сумма 9,200. 1 мая, 10, 4-й подъезд. Вот такое жильё здесь устроили у нас бичи. Вот здесь они спят. Здесь они мусорят, гадят. Бунь стоит. Невозможно. Поздно вечером зайти сюда страшно. И детям, и взрослым. Взывали милицию. Участковый приходил. Не застал никого. И всё, на этом всё закончилось. Павлова, 32, 7-й подъезд. Нас обслуживает КСК Турмес-2010. Неделю вызываем сантехников. Никто не приходит. Полностью игнорят нас. Мы тонем в г***я. Примите, пожалуйста, меры. Сил уже нету. Вызвали аварийку. Не едет. Назарбаева, 4. Вот такая у нас яма с мусором. Собрали деньги на уборку подвала. В итоге мусор скинули в яму. Вот ещё одна яма. Вот горы песка. Собираются всё это закапывать. И не хотят это всё убирать за собой.